Добрый день! Мы находимся в Спасском питомнике и сегодня поговорим о таком простом, казалось бы, известном всем растении, как тамарик четырёхтыченковый. Так вот, очевидный, главный и очень важный плюс для него, особенно в нашем регионе, в Днепропетровской области, да и на большую часть Украины, положа руку на сердце, это тот факт, что тамарик отлично себя чувствует на засоленных почвах, в то время как большинство растений хорошо себя на ней не чувствует. То есть, практически один из очень-очень немногих растений, которые хорошо растут на солёных почвах. А это значит, что без дополнительного подкисления, что без мульчирования корой и тому подобное мы можем усаживать тамарикс. Особенно это важно будет, наверное, для ОСМД, для изменения домов, подъездов, там, где надо за минимальные деньги посудить растение, которое будет себя чувствовать достаточно комфортно и при этом минимально требовать ухода. При том, что, как правило, тамариксы нам встречаются массивами, это такие большие растыдистые кусты, которые очень красиво цветут розовым цветом, очень мелкими цветочками, кисти такие. Тамарикс также можно формировать в изгарахи. Единственное, что к зайку нужны энтузиасты, которые раз в месяц будут подходить, потому что его подчикать надо почаще. Вот 25 июля мы здесь высаживали, ну это вот трехлитровый контейнер, вот такой вот там. Вот мы высаживали 25 июля, сейчас 12 сентября, такие маленькие кустики, начали уже их стричь, и уже видно, что геометрическая форма определенная формируется. Обязательно снимем через время. И не забудьте, что сейчас осень, и непривлекательно масса кустарника выглядит, то тамарикс выглядит таким, как чем-то напоминает хвойник, такая запушенность, мягенькая такая у него структура, и очень красивый, нежный, зеленый цвет. В общем-то, учитесь мыслить нестандартно, изгорать можно делать из каких угодно растений, но в нашем случае тамарикс, к тому же, еще имеет абсолютно приятную шаровую цену, 50 гривен стоимость одного кустика. В большем размере их и нет особо смысла брать, потому что темпы роста, как я уже говорила, большие, это видно, то есть полтора месяца какие темпы. Достаточно редко можно садить, потому как они быстро сомкнутся, очень активное побегообразование. Одним словом, изгородь из Тамарица вот такая, и даже на наших засоленных почвах надо будет подходить стричь, а мы вас ждем и можем помочь растениями и советами в Спасском питомнике и в садов-центрах. Цена будет одинаковая. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова